Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина, мы в моем саду. Я хочу вам показать мою любимую елочку. Это ель колючая белобок с приростами молочного цвета. Ну или можно сказать с белыми. Ростом она уже чуть больше метра. Лет ей много. Лет 10, наверное, уже. Это карлик растет медленно. 10-15 см в год, не выше. Ну и, конечно, разрастается в стороны. Вот так сейчас выглядит мой сад. В прошлых видео вы можете, если смотрели, помнить, как я показывала эти розы ханзаланды у меня вдоль забора, как живая изгородь, были еще совсем лысенькими, а сейчас они вот уже и бутончики набирают. Приходите смотреть. Елочка Блюсь Плакучая тоже выпускает веточки приросты. Вот у нее какая верхушка. Она такая кривенькая у меня. Как мои соседи говорят, пьяная елка. Ну и давайте еще обойдем вокруг Белобоки. Посмотрим. Вот она. С северной стороны, как обычно, елка не такая густая. Приростов меньше. Так, пионы еще не цветут, но набирают бутоны. Бутонов много. Прямо так, прям. У нас вот третий-четвертый день более или менее тепло. Сад так обрадовался этому теплу. Прямо рвануло все в рост. Набирает мощь. Вот этот куст высоты где-то полтора метра. Вот этот пион. Как смотрится сетка опора. Вот, смотрите. Листья расправились и сетки-то почти не видать. Видите? Так. Клематис тоже уже выше моего роста. Это вильделеон. Цветут шеловидные флоксики. Вот так. Сейчас выглядит сад. Еще ничего. Пионы ждем, ждем, ждем. Уже очень скоро. Вот. Видите, какой уже бутон. Скоро-скоро. Расцветает сирень. Сиренечка моя. Сирень Индия. Огромные кисти. Гроздья. Вот они какие. Она не махровая. Только начинает распускаться. Может завтра будет больше открытых цветов. Вот такая она. Пурпурного цвета. Кустик молодой, поэтому грозди цветов еще мало. Простите. Ну и тут все тоже, видите, буйствует. Здесь уже надо заходить, полоть. Из-за дождей все растет. И трава тоже. Декоративная яблоня. Нынче практически нет цветов. Вот один цветочек. Вот он. И все. В прошлом году усыпана была цветами. Но так все хорошо. Сад готовится к цветению. Набирают бутоны. Все чудесно. Ну вот еще полюбуюсь на сирень. Флоксики цветут ковриками. Дождем их сильно забивает. И давайте пройдем туда. на задний двор. В задний сад. В плодовый. Посмотрим. Кортезии, видите, тоже тепло пришло. И стали побеги гнать. А то стояли ни живы, ни мертвы. Вот так вот. Это у нас новое изделие. У нас работал сварщик. Видите, какую арочку сделан нам. По обе стороны от этой арки будут расти клематисы. По две штуки. По два цвета с каждой стороны. Еще красить ее. И еще устанавливать. Она кривенько немножко стоит. Ну, бежим быстренько. Новости же показываю. Новости. Вот. Все, естественно, я обрабатываю. Здесь еще мучу не сделала. Сегодня буду заниматься. Чуть-чуть повыдергаю наросшие тоже сорняки. И вот тут солому разложу. А это зенго-зенган. Она у меня самая ранняя. Видите, уже зацвела. Сегодня увидела, что она цветет. Ну, тоже такой. Ну, будем надеяться, что все пылится и будет ягода. Малинка замечательно себя чувствует. Ряд. Дальше идем. Актинидия коломикта. Вот такие у нее пестрые листочки. бело-розовые. Больше белого, конечно, иногда чуть-чуть розового. Вот так выглядят у нее листья. Вот с розовым кончиком листок. Очень много бутонов. Намного больше, чем в прошлом году. Если вот приглядеться, вы увидите, усыпано все бутонами. Если в прошлом году ягоды на голову усыпались, в этом году их будет еще больше. ягоды. я рада, чего? Пусть они очень вкусные, эти ягоды. Ну, и потом сам куст, сама терраса с этой актинидией смотрится. Смотрите, как здорово. Красота. на террасе я навела порядок. Могу вам показать. Давайте зайдем на террасу. Вот так. Креслица, столик журнальный, цветочки на перилах, обеденный стол и актинидией создают тень. Вот эти ветви, наверное, я срежу, которые под потолком. Они, конечно, создают такой уют. Ой, только мне, знаете, очень не хочется, чтобы мне на голову ягоды падали. А так вот здесь вот мы обедаем. Сегодня прохладно, так сегодня не обедали здесь дома. А вот вчера был теплый день. Вчера нормально. Вот. А здесь я кладу матрасик, подушечки на сиденье и отдыхаем. Практически мы на террасе живем все лето, когда теплые дни. Так. Тут еще у меня земля не убрана. Скоро уберу. Видите, роза готовится, распускается к цветению, набирает тоже массу. здесь зелень. Еще чуть-чуть подрастет пропалю. Грядки посажены. Вчера готовила на казане очень вкусные казанки баб, картошка с бараниной. Вот. всходит уже свекла. Вот уже довольно много тут всходов. Вот они маленькие видны. Морковка еще вроде как не всходит. Наконец-то появились цветоносы у ирисов. Я прямо испугалась, что их вдруг не будет. Нет, как же их не будет. Вот они, вот этот цветонос. Просто припозднились из-за того, что холодный был май. А так все здорово. Капуста вовсю. Очень быстро растет. Вы помните, она из этих стаканчиков не выглядывала, когда ее сажал. Очень быстро растет. Здесь луки тоже чудесно растут. И там капуста цветная тянется, вытягивается. Тоже в рост пошла. Вот у меня цветничок какой красивый возле террасы. Ну тут мусор надо увозить, убирать. Уберем. дело времени. Вот такой цветничок. Вот такой, знаете, набирает силу. Все больше и больше у него зелени. И смотрится уже так довольно буйно. Это примулы, как многие знают. Это раджерси, конечно, на лист. Видите, сколько цветоносов дала. И не нравится. Она не очень цветет. Сейчас немножечко погодя постоит. я цветоносы срежу. Останутся только листья. Клематис второй группы обрезки набирает бутоны. Я думаю, что у него будут махровые вот эти цветки, потому что это побеги прошлого года. Дал бутоны. То есть тоже чего творит у меня эта жасмина? Столько побегов. Представьте, сколько будет цветов. все дело идет. Перцы посажены. Перцы посажены, разложен капельный полив. Очень тоже быстро тронулись в рост прям на глазах. Мигом сегодня сажаю огурцы. Они у меня взошли. Огурцы я сажаю всеми дольками. Вот они. Огурцов я сажаю всегда мало. В прошлом году было 6 кустов. Нынче посажу сколько там? Раз, два, пять. И наверное тоже шесть получится. Все. Так. Помидоры наверное не буду вам показывать. Чего их показывать? Они не очень сильно изменились. Подросли чуть-чуть и все. Так здесь немножко завязалось черешенки. Вот она бубочка. Ну для начала для начала я рада, что вообще что-то опылилось. Тем более в такие как у нас холода стояли. Хоть чуть-чуть, хоть горсточка будет, хоть несколько ягодок тоже красота. Вот видите, вот они все пионы, все тянутся, и эти сетки им малые. Вот сейчас для этого куста это гендри бокс, у него очень тяжелые цветки, и он будет ломаться даже через эту сетку. Да и для вот этих кустов. Вот этот не знаю, вот для этого точно надо более высокую сетку резать. А эти маленькие куда-то переставлю. Просто кусты силу набрали, и уже такие маленькие сетки тут не годятся. Это еще без сетки стоит, но они маленькие пока держатся. Так, это тоже есть несколько ягодок на этой черешне. Но сейчас не найду. Она чуть позже цвела, ну есть я уже находила, сейчас не буду искать с вами. Так, здесь цветник, там у меня сидит кошка. Вчера мышь поймала, полночи с ней бегала, таскала ее. Невская маскарадная кошка с огромной родословной шикарной, как свинюшка. Вот, вот такой цветник. Тут в основном пока что еще ничего не цветет. Крапиву надо выдернуть. Здесь у меня мусор, это не мусор, это картон, это сюда его притащили с террасы, вот там буду в углу раскладывать, я как-то рассказывала, что собираюсь там замульчировать картоном и прошлогоднее павшее листво, так и сделаю. Ну, это вот на днях займусь, если он уже устроился. Далее, вот так. Ну, вот, показала вам свой огород, сад, практически везде пробежалась, где могла. Это мелкая земляника ремонтантная цветет, это фестивальные набирают бутоны, вот какие, ее тоже нужно замульчировать срочно. Ну, сделаю, может быть, сегодня, может быть, завтра. У меня сегодня были другие планы, я хотела чехол сшить для матрасика на террасу. Ну, вот и все, пробежали с вами по саду, рабочая обстановка, и, видите, все везде разложено, все это в работе, это бордюр, который мы будем вокруг пионов устанавливать, лежит в рулонах, этот коврик у меня моется, пленку из теплицы помыла, надо повешать и сушить. Ну, вот, видите как, беспорядок тоже есть, но он рабочий и беспорядок. Приходите смотреть, как все будет цвести, у меня прекрасно будут цвести, уже скоро пионы, ирисы, ну, а за ними уже пойдут розы, лилии, и будет красота. Всего вам доброго, а приходите еще, будем с вами садовничать, огородничать. С вами была Марина. Субтитры сделал DimaTorzok